Часто применяет тактику обыгрывания. Легко передвигаясь по рингу, он ускользает от противника, применяя отходы назад или в сторону. Олег Григорьев шестикратный чемпион Советского Союза и трехкратный чемпион Европы. В 1960 году на 17-х Олимпийских играх в Риме Олег Григорьев завоевал золотую медаль чемпиона. Выберите его бой с югославским боксером Петричем на чемпионате Европы 1963 года. Утомив противника активно-оборонительными действиями в двух раундах, в третьем он перешел к активно-наступательным действиям и выиграл бой нокаутом. Этот поединок был признан лучшим на европейском чемпионате в Москве. Применяя защитные действия, боксер выводит противника из равновесия, заставляет его промахиваться, а затем мгновенно переходит к ответной контратаке. Посмотрите в рапиде ответную контратаку, которую проводит Владислав Засыпко в бою с американским боксером Роузелом. Разнообразные приемы защиты и ответные контратаки – это необходимые действия для реализации тактики обыгрывания. Субтитры создавал DimaTorzok Боксеры-игровики имеют в своем арсенале защит, уклоны и нырки. Эти приемы могут применяться как подготовительные действия передатакой или контратакой. Субтитры создавал DimaTorzok Серебряный призер первого чемпионата мира в Гавани, американский боксер Марвин Тинцент великолепно владеет этими защитами. Он с успехом ими пользуется на дальней, средней и даже ближней дистанции. Чередуя уклоны с нырками, он заставляет противника наносить удары по воздуху и тем самым утомляет его. Субтитры создавал DimaTorzok Дан Позняк в боях выигрывал в беду явного преимущества нокаутами и по очкам. С одними боксерами он применяет тактику темпа, с другими – удара, с третьими – обыгрывание. Сейчас он чередовал эти тактические варианты и в одном бою. Дан Позняк – чемпион Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Советского Союза и трехкратный чемпион Европы. В финале европейских чемпионатов он дважды одерживал победу над западно-германским боксером Гербером, применяя тактику обыгрывания. От частных и стремительных атак Гербера он защищается отходами с подставками плеча и правого предплечья. Во втором раунде он чаще применяет ответные и встречные контратаки, а в третьем одерживает победу ввиду явного преимущества. В современном боксе высокой плотности ведения боевых действий Боксерам игровой манеры очень трудно выигрывать бой без точных встречных ударов. Для эффективного ведения боя, наряду с применением прочных защит, боксеры должны умело пользоваться вызовами и встречными ударами. Вызовы и встречные контратаки – это важная составная часть в мастерстве боксера. Велингтон Баранников – боксер игровой манеры. В финальном бою чемпионата Европы 1965 года с польским боксером Грудзиним он успешно применяет вызовы, встречную контратаку и выигрывает бой у чемпиона Сокийской Олимпиады. Ригарда Стамулис – тоже боксер игровой манеры. Используя вызовы и встречные контратаки, многие бои он заканчивал сосрочные. Вы видите фрагмент его боя на чемпионате Европы 1963 года в Москве. Продолжение следует... Двукратный чемпион Советского Союза и серебряный призер двух Олимпиад Алексей Коселев – боксер, обладающий сильным ударом. Многие победы он одержал, применяя в бою большое количество вызовов и встречных контратаков. Вы видите третий раунд боя Олега Григорьева с югославским боксером Петричем на чемпионате Европы 1963 года. Наступательный порыв Петрича и всяк, инициатива целиком переходит в руки Олега Григорьева. Заставив Петрича отступать, он применяет вызов и встречные контратаки. Выбрав удобный момент, он наносит встречный удар правой и одерживает победу нокаутом. Продолжение следует... Грегори Пейдж – боксер игровой манеры. Вы видите бой 18-летнего Грегори Пейджа с победителем первенства СССР и Европы среди молодежи Хореном Инжианом во время матча и встречи сборных команд Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в январе 1978 года. Он из города Луисвилла и тренируется в той же школе, где начинал свою спортивную карьеру выдающийся негритянский боксер-профессионал Мохаммед Али. Грегори Пейдж во многом подражает Мохаммеду Али. Легко передвигается по Рейнбургу. Легко передвигается по Рейнбургу. Применяя обманные действия, вызовы, успешно использует встречные удары. Мохаммед Али покровительствует молодому талантливому боксеру и следит за ростом его спортивного мастерства. Есть все основания полагать, что Грегори Пэтч один из основных претендентов на участие в Московской Олимпиаде в 1980 году. Грегори Пейдж. Грегори Пейдж. Вы видите третий раунд боя Дана Бразняка с одним из сильнейших боксеров Европы, двукратным серебряным призером Европейских чемпионатов, румыном Ионом Мони. Ион Мони физически сильный, агрессивный боксер. В качестве основного оружия против него, Дан Базняк применил встречные контратаки и одержал победу нокаутом. Грегори Пейдж. Грегори Пейдж. Грегори Пейдж. Продолжение следует...